Первую камеру, которую я взяла в руки, это была камера «Зенит». Я сделала из нее секретик. Ну там вот, в детстве как это бывает. Сейчас я себя осуждаю. Если говорить про моржей, почему они тогда от нас так быстро не убежали в воду? Потому что у них был один морж, который болел, и они его ждали. Она была гувернанткой, значит, в какой-то американской семье и фотографировала. Тогда фотография на пленку, вот она, была достаточно дорогим удовольствием. Она не проявляла ее. Ну и так, собственно, и умерла. Марина, расскажи немножко о себе. Как так получилось, что ты, петербурженка, в последние годы живешь и работаешь на севере, при том, что очень любишь Питер? Да, Петербург я действительно люблю. Как так вышло? Как меня жизнь-то довела до такого? Я закончила универ и подумала, что все-таки психология вернусь позже, а пока хочу заняться фотографией плотнее. И стала думать, куда податься. Совершенно не хотелось вставать в очередь на свадьбы, похороны, дни рождения и детские праздники, там, и как-то фотографировать это все. И я подумала о том, что постажироваться в НЭПе, это издательский дом ухтинский, его владелец, друг нашей семьи Дмитрий Алексеев, у них как раз тогда, к сожалению, уже не работал Александр Скорняков. То есть место фотографа было вакантно, плюс я хотела очень научиться верстать. Потому что меня как-то всегда манила вот эта вот все, издательская деятельность газетная. Вот, мы поговорили, очень быстро как-то приняли положительное решение. Я получила приглашение и, значит, собрала вещи и уехала. Друзьям сказал, да я ненадолго, я так чисто, чисто попробую, как оно. Вот, я первый год, значит, отработала, как-то прожила. Потом пошла на второй год. И мне повезло попасть, значит, в состав участников. И как корреспондента, как фотограф, меня взяли на пленэр к люку берега. Одним из организаторов как раз выступал «Газпром Трансгаз Ухта». И там я познакомилась со своим будущим руководителем и со своими будущими коллегами. Ну, пленэр был интересный. Мы там путешествовали по тундре, где-то базировались на объектах «Газпрома». Вот Кайс, Ерынская, Кайс, Горадская, там берег Карского моря. Мы вылетали на остров Айгач, берег Баренцевого моря. Это вообще тогда мне север открылся вообще со всех сторон. Пожалуй, кстати говоря, из таких вот северных особенностей, я только с северным сиянием не особо знакома. Потому что как-то внезапно в сентябре я увидела что-то такое блеклое на небе. А так, что вот прям во всей красе нет. А так я видела и моржей там подползали очень близко. Я прям ползла с фотоаппаратом. И остров Айгач тоже потрясающее место. Там особенная тундра цветущая, морожка, которую раньше только можно было на картинках посмотреть. А тут уже с кустика сорвать. Про моржей, кстати, интересная история. Как бы по особенностям съемки у тебя этих животных. Ну да. Ну слушай, если говорить про моржей, потом я немножко там что-то гуглила, разговаривала с теми, кто знает, там биологи. Они же такие стадные животные, да. И почему они тогда от нас так быстро не убежали в воду? Потому что у них был один морж, который болел, и они его ждали. Вот. И поэтому у меня была возможность подползти поближе и поснимать. Они там все как поплавки такие болтались в воде, но далеко не уходили. Вот. Я думаю, что если бы они, как сказать, могли в рассыпную броситься, наверное, они бы бросились. Ну в общем, это было прикольно. Да. Я потом еще, вот в фейсбуке, кстати, который я не люблю, но там есть много интересных фотографов. Есть такой фотограф Андрей Шапран. У него очень крутые картинки с Чукотки. Просто потрясающие. И там, конечно, моржи уже не такие миленькие. Там разные истории. И в том числе и забой моржей, и быт Чукчи. Ну то есть интересно. А на север, когда приняла решение ехать и ехала, с какими ожиданиями ехала? Ну, для меня север такой был канонический. Это, значит, сугробы по пояс, там, олени, что-то такое. Когда я приехала в Ухту, я была в Ухте несколько раз до этого, в таком детском возрасте. У меня воспоминания все-таки еще, деревья еще были большими. Оказалось, что такой среднестатистический город, то есть такого чего-то какого-то прям особого северного колорита я не нашла. Хотя все было, конечно, в новинку интересно и такое плотное соседство с природой, потому что у меня вот вид из окна, да, там смотришь и прям тайга до края. Ожидания от севера, да, удовлетворились в Воркуте, потому что вот Воркута это прям, да, это прям север. Это тундра, отсутствие деревьев, там, какие-то сугробы. Особенно там меня впечатлило в свое время, я специально ездила несколько раз на оленьей гонке, и когда проспект Ленина становится у них трассой беговой, и там оленьи у пряжки носятся, ну, точно так вот. Вот, и, конечно, впечатляет, когда там тоже была одна из командировок, я в июне, по-моему, да, в июне. Вот мы едем, значит, на машине, а там солнце и луна, они примерно одинаково висят вот так вот, ну, круто. Вот, потому что питерские белые ночи – это жалкая пародия на белые ночи, которые здесь, и которые в Ухте, и которые в Воркуте, тем более. Ну, в Воркуте уже реально день просто. Ну, да, полярный день, ну, это тоже круто, знаешь, там, как это, пункт с биографией, видела полярный день. Ты не раз работала со студентами, фотографами, причем вела разные мастер-классы, причем не только вот в аудиториях, да, но и на ходу. Ну, о чем рассказываешь, чему учишь, что пытаешься донести? На самом деле, каждый раз я думаю о том, что, ну, я ничего не могу рассказать людям нового, потому что все есть в интернете. Оказывается, находится очень много людей, которые воспринимают все впервые, ну, точка, как ценную новизну какую-то. Ну, вот, если говорить, например, зайдем издалека. Если говорить о моем личном обучении, как я обучаюсь, да, как я стремлюсь это делать, я всегда лучше воспринимаю в контакте с кем-то, да, у кого я учусь. То есть, да, безусловно, интернет сейчас наполнен лекциями, мастер-классами, лайфхаками, чем угодно, но нет ничего круче, на мой взгляд, чем живое общение, в процессе живого общения как раз очень хорошо учиться. Вот, поэтому я стараюсь, ну, рассказывать что-то такое простое, понятное, какие-то основы, да, на которые человек потом сможет уже наращивать собственные, не знаю, там, скиллы какие-то. Вот, самый главный лайфхак, о котором я всегда говорю, это надо протирать камеру. Вот, это, ну, самое такое важное, на мой взгляд. А дальше просто практика. Фотография – это такой же спорт, то есть, это нужно каждый день заниматься, каждый день тренироваться. Если ты считаешь, что ты просто классный, у тебя там какая-то есть мысль или какой-то особенный взгляд, и при этом ты месяцами ничего не делаешь, скорее всего, ты не сможешь, потому что это технический навык. То есть, нужно вот ежедневно, кажется, тренироваться. Часто тебя можно видеть снимающую на телефон, когда даже у тебя висит зеркалка на плече. Вот в чем преимущество именно телефона тогда? Понятно, что самая лучшая камера – та, которая с тобой заряжена с незабытой флешкой. Но когда у тебя под рукой большой фотоаппарат, почему ты иногда используешь телефон? Слушай, мне всегда было интересно решать задачу какую-то ограниченными средствами. Когда я занималась, начинала заниматься, значит, фитой айфонографией, камера у пятерки была не очень. Это сейчас там у меня вот один Pro Max, у него шикарная камера, и, в общем, многие фотографии можно сравнивать с фотографиями зеркальным, ну, с зеркалки. То есть это был такой челлендж, плюс это удобно, ну, то есть ты просто взял, достал, и вот уже кадр. Какая-то такая быстрота, плюс, конечно, меня привлекала всегда платформа Instagram, потому что сейчас там не очень интересно стало, хотя я все равно старательно веду свой профиль. А раньше там было гораздо интереснее, потому что там было меньше визуального контента, и было, ну, как сказать, было много классных профилей. Сейчас очень однотипно все. Там, например, были всякие режиссеры, там, по-моему, был сценарист или режиссер «Матрицы». Ну вот, то есть такие вот люди интересные, за которыми было интересно смотреть. Вот, и хотелось как-то тоже, значит, быть в этой струе. У тебя вот именно знакомство с фотоаппаратом, оно произошло как-то, ну, был какой-то момент, что вот ты помнишь, что вот так я взяла в руки фотокамеру? Да, в детстве я играла у нас, я выросла в Сосновом Бару, это Ленобласть, это маленький научный город, раньше был закрытым, там атомная станция, куча институтов, и там, поэтому внутри города, там такие котлованы есть, из которых брали песок для строительства ЛАЭС, а теперь это, типа, городская зона такая. Вот, и в этом котловане мы часто играли, строили города и песочницы. Первую камеру, которую я взяла в руки, это была камера «Зенит». Вот, я сделала из нее секретик. Ну, там вот, в детстве как это бывает. Вот, а потом, ну… Не самое лучшее применение камеры. Ну, сейчас я себя осуждаю. Вот, а потом мне папа подарил, как сейчас помню, Canon Powershot A3200, это была мыльница, у нее была… А, флешка на 160… Ну, в общем, какая-то очень минимальная флешка, там без конца садились аккумуляторы, вот. Я совершенно счастливая проходила вот эту эволюцию любого фотографа от друзей, цветочков и разных абстрактных этих натюрмортов на улице до чего-то такого смысленного. Репортаж на это снимать было невозможно, но потом я нацелилась на Nikon свой первый, зеркальный. Там уже как-то дело пошло так, то есть какая-то… Появилась возможность ловить динамику в кадр. Был-то тоже момент пленки, все болели пленкой тогда. Сейчас это дорого и очень долго, а я, в общем, человек не сильно терпеливый, надо сказать, потому что мне важно видеть результат как можно быстрее. Я не марафонец в этом смысле, я спринтер, поэтому от пленки я тоже отказалась, хотя несколько таких классных кадров, на мой взгляд, они сделаны именно на пленку. Исторический и, наверное, риторический вопрос про пленку, ее действительно ценность, потому что, ну вот на мой взгляд, я, конечно, у меня нет никакого такого вдохновения, потому что я не пробовал с ней работать, я там не проявлял в темной комнате эти фотографии. Но мне кажется, основная ее ценность сейчас все-таки в том, что у тебя есть в руке только 36 кадров, да, вот эти, которые там в пленке, и вот ты фоткаешь внимательно. А то, что на выходе, да, то есть когда ты проявляешь эту фотографию, то это тот же самый, по сути, фотошоп, ну, только аналоговый. Вот, и а какие-то там, ну, какой-то там особый характерный там шум или что-то еще, наверное, если очень сильно хочется, то можно получить именно цифровой фотографии там при обработке. Вот, что ты по этому поводу все-таки, как ты, как ты относишься к пленке? Ну, с точки зрения, наверное, ресурса емкости, да, это круто, 36 кадров, это заставляет задуматься и экономить. Ну, вот, ну, поскольку я снимаю репортаж, да, мне пленка была бы, точнее, я бы, наверное, не справилась с пленкой, вот, потому что некоторые кадры я делаю там по 15 дублей. Для тренировки, для прокачки, да, там, взгляда, ну, это хорошо. Вот какой-то магии особой у пленки, наверное, я не вижу. Магия есть, наверное, вот такая вот в том, что ты не видишь результат мгновенно, да, там, получится, не получится, пересветил, не пересветил. Вот это вот, да, это интересно. Вот, но с точки зрения профессиональной работы, цифры-то удобно, нет ничего такого, чтобы сейчас сподвигло меня снимать на пленку. Что фотография в твоей жизни? Потому что по своему опыту я понимаю, что если бы я когда-то не увлекся фото и особенно видео, не начал снимать что-то важное для меня, то я не побывал бы на севере, там, чуме оленевода, я не побывал бы на берегу Карского моря, не познакомился бы со сценаристом фильма «28 панфиловцев», с ветеранами и еще много-много-много не. А вот как это в твоей жизни? Ну, это определенно добавляет динамики, потому что если бы я была, не знаю, там, кем, ну, можно, да, экономистом быть, да, вот, я бы сидела, работала бы с бумагами, а так, ну, то есть я постоянно куда-то еду. У меня сейчас одна история, которая мне очень нравится, значит, по-моему, в 2017 году так, значит, сложилось удачно, что я встретила, значит, в интернете такую, ну, информацию среди фотографов, что снимается проект «Один день из жизни России». Его снимали в 87-м году, да, значит, 2017 был год уже, вот, ну, то есть, как бы все фотографы в разных точках, от рассвета до заката снимают какое-то место, да, потом подписывают, из этого складывается «Один день России». Я подумала, что это очень интересно, я предложила, ну, своему руководителю этот проект, меня поддержали, вот, ну, и было принято решение, что, конечно, если говорить про то, что можно показать, да, то показать будет классно компрессорную станцию «Байдорадская». Вот, это самая северная компрессорная станция, ну, это круто, это прям берег Карского моря, туда так просто не добраться, только на вертушке, вот, ну, и мне сказали вперед, значит, а я иду такая, тоже после командировок, сентябрь, уже темно, надо сказать, в ухте, я думаю, сейчас сварю борща, борщ – это символ того, что я никуда не еду, я купила мясо, ну, и там, типа, вот, там мы переписываемся по поводу того, что там ехать, не ехать, там, да, ехать, безусловно, вот, все снимать, все отлично, все получится красиво, дело было в понедельник, а съемки должны были начаться, по-моему, то ли в пятницу, то ли в следующий понедельник, ну, сейчас, ну, короче, там, типа, 5-7 дней у меня еще было, я думаю, ну, что ж, и борщ сварю, и, типа, и поснимаю, все, ну, и тут, значит, дальше завертелась уже машина, потому что нужно согласовать, нужно отправить письма, да, чтобы там список аппаратуры внесли на проходной, ну, то есть там же закрытые объекты, вот, то есть все эти служебки стали работать, вот, а я все еще иду, потому что, ну, как бы там, наметили план действий, тут, значит, звонок, и мне говорят, на Ямал собираетесь, я говорю, да, они говорят, ну, через 2 часа у вас поезд, потому что, как бы, закинуть вас можно только с вахтой, а вахта улетает, типа, в пятницу, и я так, в общем, с этим, значит, с этим мясом, мясо в холодильник, всю технику в рюкзак, и вот я уже еду в Иркуту, ну, и там тоже, то есть это вот, ну, вот такие, это прикольные истории, да, это общение с людьми, это постоянно, постоянно какая-то такая динамика движения, потому что я посмотрела всю трассу от Ямала до Ярославля, не один раз уже, и, конечно, это, ну, тоже интересно, специально в некоторые места не поедешь, а там такая природа красивая везде, и люди тоже. Плюс это для меня еще возможность всегда вписываться в какие-то проекты, то есть чем-то быть полезной. Много можно услышать о насмотренности, вот что ты думаешь по этому поводу, и где ты ищешь свое вдохновение, вот если говорить о примерах каких-то работ? Я считаю, что насмотренность важна, то есть, безусловно, богатство внутреннего мира никто не отменял, но не зря же у нас есть история искусств многовековая, вот, поэтому, как говорит Юрий Молотковец, слушайте хорошую музыку, смотрите хорошие фильмы и пейте хорошее вино, вот, я считаю, что это идеальная формула, вот, а вообще, ну, у меня есть, там, много разных примеров каких-то, да, профилей в Инстаграме, книжки я периодически какие-то там покупаю, читаю. Это не обязательно книжка про, ну, не знаю, про картинки непосредственно, это может быть книжки про фотографа, вот, например, Роберт Капп «Оскрытая перспектива», это то, как он снимал войну, там картинок не так много, скорее, ну, больше текста, это вдохновляет, ну, потому что ты, ты, как сказать, видишь процесс, можешь себе представить процесс, как это было, там, вот, самая крутая фоточка, это высадка в Нормандии, сейчас бы многие сказали, что это барак, ну, а просто если представить условия, в которых это все было сделано, да, у меня есть, там, ряд книжек, там, про фотографов, про картинки, да, и про восприятие фотографий, там, с точки зрения какого-то философского, вот, аспекта. Мне очень нравится еще Вивьен Майер, например, это, вообще, вообще, как у фотографа, у нее уникальная судьба, она была гувернанткой, значит, в какой-то американской семье и фотографировала, вот, но поскольку тогда фотография на пленку у нее был средний формат, вот, тогда фотография на пленку, вот она, была достаточно дорогим удовольствием, она не проявляла ее, ну, и так, собственно, и умерла, а потом какой-то парень купил дом и по каким-то причинам решил проявить ту коробку пленок, которую он нашел. И, конечно, весь мир офигел, потому что у Вивьен Майер очень крутой стрит, у нее очень много, вот, у меня мама подарила как-то эту книжку с ее автопортретом, у нее очень много крутых автопортретов, тех самых годных селфи, которые уже стали мейнстримом, ну, то есть, вот, например, да, это же вообще же огонь, и вот это вот, и вот это вот, вот. Я, к сожалению, упустила один альбом, который продавался после ее выставки, она на выставку не попала, вот, я жалею, сейчас ищу, там очень много такого вот американские улицы, не только ее автопортреты, это только автопортреты, да, там вот, ну, много крутого. Ну, не знаю, мне кажется, эффективность фотографа еще в том, что он может придумать с нуля фотопроект, его реализовать. У меня есть один друг хороший в Петербурге, Юрий Молотковец, великий русский фотограф, вот, который, поэтому в этом вопросе очень продуктивен. Вот, очень классный альбом у меня есть с, понимаете ли, даже с автографом. Вот, я была на выставке у этого проекта и с удовольствием приобрела альбом «Прибытие». Снимали младенцев, которые только-только родились. Вот, весь альбом, собственно, про это. В большом формате это смотрится еще более впечатляюще. Вот, на мой взгляд, очень круто. И даже можно обнаружить, если посмотреть в зрачок, можно обнаружить там, вслед от фотографа. Короче, очень крутое селфи. Растиражированное. Вот, это к вопросу о насмотренности и о том, что, ну, хорошо бы смотреть то, что делают другие люди, как они это делают, и как-то опыт перенимать. Особенно радуешься, когда получаются снимки с какой-то особой историей или с эмоциями. Вот, покажи, расскажи несколько таких. Ну, у меня есть один из первых, на мой взгляд, удачных моих фотографий. Это фотография, которая была опубликована потом в журнале «Диджитал фото». Вот, к сожалению, журнал уже не выпускается. Но у нас, в принципе, в стране вот глянца о фотографии немного. Вот, я в свое время, когда тему увлеклась, я покупала «Диджитал фото» и «Фото-видео». Вот, ни того, ни другого сейчас уже нет. Хотя есть, кстати говоря, классная платформа «Фотографер». Вот, вот там можно почитать много интересных материалов. У меня есть какое-то количество фотографий, которые мне нравятся. Хотя я не всегда попадаю, значит, в какую-то струю. И иногда я думаю, во, вот эта вот фотка должна всем понравиться. Она как бы так проходит мимо. А иногда, когда я что-то делаю, она вдруг становится популярной. Вот, ну, одна из моих любимых, вот так прям моих любимых. Я даже отправляла на конкурс имени Андрея Стенина. Вот, и дошла, по-моему, до «Шортлист Тасси» с этой фотографией. Но дальше, увы, это фотография Ленина в Иркуте. Не знаю, вот, блин, надо даже снять, да? Сейчас я сниму. Кстати, фотография висела на выставке в Сыктывкаре пару лет назад. Национальной галереи. Вот эта фотка мне очень нравится. Это Ленин в Иркуте на площади мира, по-моему. Я не могу сказать, что у меня прям очень много любимых фотографий, но какие-то есть такие памятные, связанные с чем-то, с каким-то там успехом или такой отличной находкой. Вот эта фотка, например, это одна из таких репортажных, удачных. Когда строили храм на Зиреново, ставили купол, и тут вдруг кошка появилась. Мне показалось, что это прям нереально круто, потому что, ну, типа, черная кошка, церковь, вот это вот все. И когда было портфолио-ревью у Сергея Максимишина в Сыктывкаре, он эту фотку отметил. Мне было очень приятно. Вот, потому что он один из тех, на кого я ориентируюсь в мире фотографий. Так, есть еще вот такая фотография. Это автопортрет. В свое время, когда я вот прям так по-серьезски уже увлеклась, ну, по-серьезному увлеклась фотографией, я сидела на сайте Flickr. Тогда это было очень круто, очень модно, и там было реально много фотографий хороших. И там все американцы, тогда был такой Алекс Тоддарт, про которого написали в журнале, собственно, Digital Photo, то же самое, там была большая статья. Он каждый день делал по одному портрету, так называемый проект «365 дней». И у него были нереально крутые автопортреты. Он там таскал в лес какой-то аквариум, в этом аквариуме что-то там, в общем, наливал воду. То сам туда залезал, фотографировал, там куча дублей, там горячие кораблики, что-то еще. Вот, я подумала, что это тоже интересно. И стала что-то делать. На «365 дней» меня не хватило, потому что я в сессии, еще что-то. Но дней на 100, наверное, меня хватило. И это был максимально интересный опыт, потому что, во-первых, я прокачала скиллы в фотошопе, очень много тратила на этом времени, это раз. А во-вторых, я поняла, как чувствует себя человек перед камерой. Ну, то есть это реально непросто. Когда ты стоишь, а у тебя, значит, перед тобой просто черный глаз большой, в котором даже не видно ничего. Ну, вот есть фотография, которая просто мне нравится, независимо ни от чего. Истории как таковой, как какой-то особой нет. Вот. Но когда-нибудь, я повешу ее на стену себе. Вот. Это козловка. Про виды съемки, да? То есть, что тебя больше привлекает? Это репортаж или портретная съемка? К чему больше? Ну, вот, если говорить про работу, например, про мою основную, да, мне повезло работать фотографом, вот. Я люблю репортаж. То есть, я вот прям кайфую, я уезжаю там на трассу куда-нибудь, я снимаю там этих газовиков, касках, там еще что-то, какие-то стройки. То есть, такая динамика, движение, жизнь, минимум постановки, да. Понятно, что если мы снимаем что-то там у агрегатов, то, ну, на работающий агрегат, в процесс работы меня не пустят. Это опасно, вот. Поэтому я там где-то моделирую рабочий процесс, но все равно это элемент жизни. Поэтому я больше за такое, даже в портрете я люблю непостановочное. То есть, так я как-то там с человеком общаюсь в процессе съемки, что-то происходит, и где-то я ловлю какие-то кадры. Ну, да, я могу попросить там посмотреть, постоять, еще что-то. Вот. А все, что касается такой вот четкой постановки, то это вообще не мое. То есть, все вот эти общие фотографии, я прям душевно страдаю, потому что, ну, даже надо все как-то поставить. Всех, значит, это вот зафиксировать. Ну, то есть, не очень. Вот. Поэтому, да, пожалуй, репортаж, портрет, минимум постановки. А на айфонах получается, что больше пейзаж и какая-то абстракция. Не знаю почему, но это как-то так вот вышло. В детстве я хотела быть педагогом. Потом перехотела грамотно. Мы уже говорили про то, что ты активно обитаешь, живешь в соцсетях. Вот про соцсети. Какая тебе больше по душе? Ну, фейсбук я не люблю, сразу говорю, потому что это какой-то очень визуально некрасивый сайт. Вот. Ну, алгоритмы там тоже мне не нравятся. И я расстроена тем, что теперь Инстаграм принадлежит Фейсбуку, потому что он там применяет свои алгоритмы, и тоже все стало как-то так не очень. Хотя, ну, по-прежнему, да, я люблю Инстаграм, потому что это все-таки визуальная соцсеть. И ты можешь регулировать контент. Правда, сейчас, опять же, благодаря Фейсбуку появилось много рекламы, но как-то и на рекламу можно влиять. Но чем больше красивых картинок, тем лучше. Плюс иногда я читаю какие-то тексты интересные, которые мне нравятся. А Контакт, ну, такое тоже. Дань детству, что ли. Ну, тебе не кажется, что вот ВКонтакте, например, там, наверное, можно больше сказать, чем в Инстаграме или нет? Ну, смотря как выражаться, да, то есть, если мы говорим про текст и прикрепленную песню, и какое-то видео, и какое-то фото, да, но я всегда смотрю на то, как оформлен пост. Ну, то есть, если это просто разноформатные фотографии набросанные, там где-то еще видео, которое горизонтальное, но снятое вертикально, у него черные поля, это все начинает меня огорчать. Я обычно пролистываю, потому что, ну, если видео, то видео, то красивое, а так можно и в Инстаграме сделать, поэтому, не знаю. Фейсбук не люблю, вот это. Это прямо вот да. Фото же не единственное твое увлечение, и ты еще и под парусами ходишь на скопозное. Да, да. Ну, как, сейчас уже нет, просто в силу того, что много времени провожу здесь, а здесь с водными просторами не очень. Вот, а так, да, это, ну, такое, то есть я, в принципе, человек, который любит походы, я там с детства тусовалась, с мамой мы ездили на берег Ладожского озера, там жизнь в палатках, вот, потом как-то через какие-то, в общем, жизненные истории познакомилась с людьми, с которыми до сих пор дружу, которые, там, байдарочники, их смены, вот, и мы какое-то время, пока все могли географически, там где-то собирались, вот, путешествовали, да, был поход по Атлантике, на Ладоге, по Ладоге мы ходили под парусом, это очень круто. То есть местами это, конечно, так дико скучно, потому что океана ничего больше, ты просто смотришь, ну, это как своего рода медитация, ну, вот прям, вот водная стихия, это мое, да, единственное, вот, что мне не хватает в Ухте, наверное, такого, это отсутствие воды большой. Ну, то есть, да, там есть какая-то река, но после Питера, там у меня, например, с питерской квартирой шикарный вид на залив, вот, тут, кстати, у меня тоже шикарный вид, вот, но все-таки, если бы это было море, это было бы гораздо круче. Вижу у тебя за спиной гитару, знаю, что ты замечательно поешь и думаю, что это будет хорошим завершением нашей беседы. Ох, ты правое слово, даже не знаю. Да, ну да, да, я как человек, который, ну, как сказать, вырос в походах, там такая, потому что у меня, жанр моей игры, он такой, я самоучка, вот, и все это, типа, у костра или еще как-то так, с друзьями. Это тоже из детства увлечения? Когда первый раз взяла? Ну да, 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 первый раз, наверное, мне было лет 14, мне попалась гитара, это был просто ужас, были дикие дрова, сейчас у меня вот такая, мне подарили гитару. Ибанес, точно, Ибанес, у меня, ну, вот, Ибанес очень хорошая гитара, акустика, а первые у меня были жуткие дрова, по-моему, делали в Воронеже, там был гриф на винте, гриф от, струны от грифа примерно вот на таком расстоянии были, я все стерла в пальцы, в кровь, я, как мне кажется, отомстила всем соседям за все сразу, потому что я неделю, я делала так, группа, короче, я неделю сидела и переставляла, это белый снег, серый лед, вот, я учила, как этот классический подросток из Петербурга, я училась играть на группе кино, вот. За неделю мне удалось научиться быстро переставлять пальцы, потом как-то так, кстати говоря, одним из учителей по жизни его гитарных, у меня был Сергей Ширкунов, он приезжал на Лазгу и там давал, это же, ну, ухтинский бард, к сожалению, уже его с нами нет, вот, он меня научил каким-то там азам тоже, вот, ну, да, я сама учка, в общем, не претендую на что-то такое, так это для удовольствия. И ждать конца в часы, уставив взгляд. Тогда и на краю свободно дышишь, и пули, что найдет тебя, ты не услышишь, остальные мимо пролетят. В полношной темноте увидеть свет, И выйти к свету, как выходят к цели, Все виражи, минуя на пределе, При этом веря, что предела нет, Не презирать, не спорить, а простить. Всех тех, кто на тебя рукой махнули, На каждого из нас у смерти есть по пуле, Так стоит ли об этом говорить, Не ждать конца в часы, уставив взгляд. Тогда и на краю свободно дышишь, И пули, что найдет тебя, Ты не услышишь, Остальные мимо пролетят. Остальные мимо пролетят. Вот такой, я же говорю, любитель. Вообще говорят, что у меня все песни грустные, а шутки смешные, Поэтому я так, видимо, навожу баланс в жизни. Субтитры подогнал «Симон»